Многоплодие Данный слайд показывает зависимость среднего значения весовых показателей поросят при рождении от количества многоплодия. Так, если у нас в гнезде 10 голов, то среднее значение массы будет выше 1,5 кг. Причем таких поросят будет 70-60%. И в то же время, если у нас больше 10, допустим 14 поросят в гнезде, то при этом среднее значение уже падает до 1,2 кг. Тем самым мы имеем большее количество мелких поросят и тяжелых почти не встречается. Чем это чревато? Показатель молочности свиноматок никак не связан с многоплодием. То есть, будь то 10 голов свиноматка принесла, будь то 16, средняя выработка молока в сутки свиноматки 3,5 литра. Если мы поделим, то получим интересные цифры. При 10 головах на каждую поросенку придется в сутки больше 300 мл, это очень много, им всем хватает этого питания. И в то же время при многоплодии эта цифра снижается до 200 и менее мл в сутки. Это очень значимо при обеспечении поросят молозивом, основной защитой, коллостральной защитой. Итого, какие мы выявили закономерности. При увеличении размера гнезда мы имеем снижение массы при рождении, увеличение смертности на подсосе, а также ухудшение продуктивности. Ну, соответственно, снижение рентабельности, увеличение времени, необходимого для снижения убойной массы. Слайд показывает средние значения весовых характеристик поросят. При этом мы отмечаем, что в среднем поросята, которые имеют вес меньше килограмма, составляют где-то 30%. Средние и более тяжелые поросята это 68, почти 70%. Но при этом мы можем понять также, что ввиду высокого удельного веса средних и тяжелых поросят, в целом выбытие в период лактации происходит в процентном отношении больше средних и больших поросят, потому что их удельный вес очень высок. Исходя из этого, вывод, надо обращать внимание и поддерживать не только мелковестных поросят, а также и средних и тяжелых, чтобы уменьшить в целом цифру выбытия поросят. Приставная информация говорит о том, что при многоплодии больше 12 поросят нужна активная помощь в обеспечении поросят питательными веществами, потому что 200 мл на поросенка в сутки, это недостаточно для его роста, это недостаточно, чтобы он максимально получал сохранность, имел достаточную резистентность организма. Поэтому вашему вниманию предлагается продукт, называемый тонисики. Это уникальная кормовая добавка, в состав которой входит декстроза, как энергетический компонент, белки, аминокислоты, электролиты, ароматизатор и подкислитель. Без антибиотиков, без плазмы. Продукт разработан специально для того, чтобы кормить энтероциты, основной орган желудочно-кишечного тракта. Желудочно-кишечный тракт – это экономический орган, пропуская через него самая дорогая корма, мы получаем превес живой массы. Как применять продукт? Есть два варианта применения. Первый – это с 3 по 9 день жизни. Почему с 3, а не с 1? Потому что 1-2 день не надо мешать потреблению молозива поросят. И поэтому с 3 по 9 день жизни. Готовим 3% раствор и на гнездо в среднем по 500 мл раз в сутки выпаиваем. Поросята активно поедают продукт, потому что там ароматизатор очень качественно используется. И второй период применения – это отъемный период. Три дня до отъема, три дня после отъема. Экономически выгодно применять оба периода для того, чтобы получить максимальный результат. Ну и немножко о показателях разных предприятий по Российской Федерации. География широко представлена. В частности, если мы возьмем перпеский край, то применение продукта позволило улучшить вес живой массы. Живую массу каждого поросенка на 0,3 кг. При этом сохранность увеличилась в 2 раза. Если в контрольной группе, не получавшей продукт, выбытие было 90% сохранности, то есть 10% выбытия, то в контрольной группе это было в 2 раза меньше – 95%. Следующее предприятие – Башкирская мясная компания. Тут тоже улучшены были показатели и превеса, и сохранности. Соответственно, на слайде все хорошо видно. Это дополнительно почти 6% сохранности. При 110 г дополнительно превеса каждой головы. Амурская область – плюс 10% сохранность, среднесуточный превес – плюс 36 г. Показатели разные, потому что предприятия разные, возраст отъема разный, эпизодическая ситуация разная, условия содержания и кормления тоже разные. Но тем не менее, во всех случаях препарат показал положительную динамику. Камчатка в том числе представлена. Плюс 9 г среднесуточного превеса и улучшение сохранности. Ну, понятно, что сохранность и так уже очень даже отличная. Еще немножко и до 100 дойдет. Поэтому даже в этих опытах мы видим улучшение показателя сохранности. Краснодарский край, дымов юг. Улучшение сохранности почти 2%. 120 г дополнительно превеса каждой головы. Апробация в условиях Костромской области. ООО «Ветлушкий». Полкилограмма дополнительно каждого поросенок получил превеса. Почти 6% улучшили сохранность. Средний вес головы, конечно, низкий, но у них ранний отъем. Это где-то дней 20. В 21 день был отъем поросят. У них такая технология. Так же самое они продолжили применять и на доращивании. С целью повышения превесов. Показатели на доращивании это плюс 28 г среднесуточного превеса. И почти 9% сохранности улучшены. Показатели здесь конечно низкие по сохранности. Там респираторные заболевания превалировали. Но при этом они получили также положительный результат. Ну и немножко об возврате инвестиций. На слайде представлено в зависимости от способов применения высокие столбики. Это когда мы 2 периода использовали в применении. И низкий столбик это когда 1 раз. С 3 по 7 по 9 день поросяда получали продукт. В зависимости от стоимости килограмма, это европейские показатели, да, свинины. Если это около евро, то на свиноматку в год получено дополнительно 50 евро, да. Ну и так же самое значит с повышением стоимости мяса увеличивается возврат инвестиций. При использовании данного продукта при стоимости 1,2 и возврат почти 1,5. Здесь хорошо видно, насколько активно поедают поросята влажный после отъемного периода. Слева-справа сухой корм, к которому они не прикасаются. То есть память хорошая у них, на вкусовые рецепторы запоминают. По запаху как ванильное мороженое примерно. Александр Иванович, 3 минуты максимум. Хорошо упакован, удобно применять. Еще раз, 3% раствора готовим. Готовим по 500 мл на гнездо. Спасибо за внимание. Вопросы? Вопросы, коллеги? Я убрался? Великолепно. Наверное, я сейчас приглашу вашего коллегу. Да, конечно. Можно вопрос? Александр Иванович, есть вопрос? Можно вопрос? Вот вы говорите, без плазмы крови, а тогда какого происхождения белки там? Растительные? Или все-таки животного происхождения? Ну, производитель это ирландская компания, да. Они активно сильно не распространяют состав, который, да. Поэтому, как ноу-хау, они не сильно распространяются, да. Продукт изначально разработан не как заменитель цельного молока, а как продукт, питающий энтероцит. Это раствор 3% и ситонический получается, и максимально мы поддерживаем основной орган желудочно-кишечный тракт, это энтероцит. То есть, я так понял, а белки животного происхождения не исключаются там в составе вашей добавки? Вполне возможно. Но не плазма, но не плазма. Нет, не плазма, там подчеркнуто. Спасибо. Пожалуйста, спасибо за вопрос. Коллеги, больше нет вопросов? Спасибо, Александр Иванович. Чуть попозже мы вам еще раз предоставим возможность выступить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.